Шаттл, Топракала является одним из самых известных артефактов, которые будто бы доказывают факт древнего прилета пришельцев на Землю. Впервые на него обратил внимание известный уфолог Захарий Сичин, обнаружив его в музее Стамбула, Турция. При этом данный артефакт не был выставлен в залах, а хранился в запасниках, потому что работники музея сомневались в его подлинности, уж больно он был необычным. Кроме того, по каким-то причинам им не удалось произвести датировку этого предмета. Эта каменная резная фигурка невероятным образом напоминает собой ракету с современными двигателями, в которой сидит человек в скафандре. Поэтому она и получила название Шаттл. Сичину удалось выяснить, что артефакт был найден в месте под названием Топракала, что недалеко от озера Ван. И это место само по себе необычное. В девяти веке до нашей эры тут располагался город Тушпо, столица государства Урарту. От этого города до нас в основном сохранились лишь остатки старой крепости на Ванской скале. Нижние стены у подножия этой скалы выполнены с помощью так называемой циклопической кладки, то есть с использованием огромных вытесанных каменных блоков и без скрепляющего раствора. Камни были просто очень тщательно подобны на друг под друга. Этот метод строительства еще во времена Древней Греции считался легендарным и приписывался огромным циклопам. Циклопические кладки можно увидеть в Мачу-Пикчу, Перу и других доколумбовых цивилизациях. Камни Тушпо были из известняка и достигали 0,75 метра в высоту и 6 метров в длину, а весили 30-40 тонн. Как раз на одном таком огромном блоке была найдена надпись урарского царя Сардури Ай, годы правления 844-828 до нашей эры. Надпись перечисляет титулы Сардури и заканчивается фразой Сардури, «Сын Лути-При, я эти камни принес из города Алниону и воздвиг эту стену». Любопытно, что подобные надписи как правило повествуют о завоевании и победах, казалось бы зачем их оставлять при постройке обычной крепостной стены. Возможно, что это было действительно необычное и очень важное сооружение. Является ли это совпадением, что странный артефакт в виде космического корабля был найден именно в таком незаурядном месте? По версии Захарии Сичина, фигура представляет собой копию или модель того, что очень похожа на космический челнок и носом и задней частью, а одежда его пассажира совсем не похожа на наряды древних жителей Урарту. Позади нее видны два конусообразных двигателя, при этом на фигурке тщательно прорисованы линии, в том числе складки на костюме человечка. Неизвестный мастер очень старался передать сходство. В сети можно найти лишь несколько фотографий этого артефакта и, увы, неизвестно, как и откуда взялись эти фото, из книг Сичина или еще от кого-то. Редактор субтитров А.Семкин